11-летний Данил Уваров несколько лет занимается борьбой, но когда юные хоккеисты вышли на лед, его глаза загорелись. Мальчик давно мечтает заниматься хоккеем и возможно в этом году его мечта исполнится. Там можно ездить на коньках, забивать, тот же самый экстрим. Там можно сопереживать, ну и можно поиграть, конечно. Таких как Данил на тренировочной арене Айсберга собралось несколько десятков. В день открытых дверей городской школы по зимним видам спорта ее воспитанники провели показательные выступления по фигурному катанию, хоккею, шорт-трайку. На данный момент в школе занимаются 740 спортсменов, которые являются членами сборной команды города Сочи, Краснодарского края. Даже вот в отделении фигурного катания у нас есть спортсмены по уровню кандидатов мастера спорта. Что самое замечательное, на Олимпиаде мы сумели подготовить воспитанницу Макагонову Наталью, которая заняла 21 место. Это жительница города Сочи и учащаяся нашего учреждения. Фристайл хафф-пайп. С воспитанниками центра занимаются сильнейшие тренеры и в ближайших планах привлечь к работе олимпийских чемпионов. Кстати, почти все занятия по совсем нетипичным для Сочи видам спорта проходят на аренах и трассах зимних игр. Сегодня у нас здесь договоренность со всеми собственниками объектов. Ледовые у нас проходят занятия на айсберге, на большой ледовой арене, на шайбе. А на горнолыжных склонах у нас никаких вопросов нет. Спасибо большое собственникам объектов. Нам предоставляют бесплатно скипасы на всех наших детей. И мы бесплатно занимаемся на горнолыжных склонах. Уже на следующей неделе состоится просмотр и отбор детей в секции по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Добавим, в сентябре день открытых дверей пройдет в каждой спортивной школе города. Это Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.